Радиоприемник Титсун Р-202Т Сегодня я хочу рассказать радиоприемники Титсун Р-202Т. На первый взгляд, что тут можно рассказать, радио, он а и в Африке радио, но тем не менее, я все же попробую дать небольшой отзыв и скажу сразу, что отзыв будет положительный. Покупал я его даже не помню когда, но знаю точно что в прошлом веке, в конце 90-х годов, в эпоху расцвета частного предпринимательства. Сделан он в Китае. Фирмы Титсун я никогда и нигде не слышал, да это было и не важно, главное чтобы работал. Мне нужен был тогда приемник, для походов, чтобы быть в курсе свежих новостей, так как время тогда было неспокойное. Нужен был компактный, недорогой и с хорошим звуком приемник, каковым Титсун Р-202Т оказался. Внешне радиоприемник выглядит очень даже ничего. Пластиковый корпус темно-серого ответа, телескопическая, хромированная антенна с цилиндрическим набалдашником, страховочный ремешок, накидывающийся на запястье. В целом качество сборки на высоте даже удивительно для тех времен для Китая. По форме параллелепипед, без всяких там выпуклостей, размером с 4 спичечных коробка, то есть легко умещается на ладони или в кармане. Передняя панель выполнена в стандартном, для радиоприемников, стиле, это сетка динамика и прозрачная шкала настроек. На задней панели есть клавиша переключения режимов, все в их 3, АМ, FM-TV и FM-DX. Там же есть отсек для двух элементов питания, пальчиковые батарейки или аккумуляторы. Управление настройками осуществляется двумя колесиками на боковой панели, одно колесико выкал, выпл, и он ажи громкость, другой поиск радиостанций. На другой боковой панели есть гнездо для наушников. Антенна, как я уже говорил, складная, выдвижная, телескопическая, то есть можно регулировать угол наклона и длину. Вот в принципе и вся конструкция, ничего лишнего. По качеству звучания тоже нареканий нет, если есть сигнал, то звук чистый и громкий. Продолжительность работы, я даже и не знаю, но двух батареек хватает на непродолжительный поход. Сейчас, конечно, есть куда более продвинутые девайсы, телефоны, смартфоны, портативные аудиоколонки, MP3-проигрыватели и так далее, но все они работают от аккумуляторов, и время работы их намного меньше, чем у обычного радиоприемника. Есть небольшие недостатки с сигналом приема радиостанций, но такое бывает редко. Еще раз взглянув на этот приемник, я пришел к мысли, что данный девайс не стоит сбрасывать со счетов, и как оказалось, он актуален по сей день. Какого было мое удивление, когда на днях в одном магазине я увидел точно такой же приемник один в один. Кстати, в интернет-магазинах Титсун Р202Т легко можно найти и купить. Рассматриваемый радиоприемник отличается легкостью и компактностью, что это позволяет без особого труда поместить его в любой багаж, а также брать с собой на отдых. При этом он просто в управлении. Монофоническая акустическая система в виде одного динамика вынесена на переднюю сторону изделия и закрыта защитным сетчатым экраном. Там же располагается вместо дисплея аналоговая шкала по перемещению бегунка, которого можно понять на какой частоте осуществляется поиск. Данный приемник может уловить сигнал не только FM, но и амрадиостанций, и даже до 5 каналов ТВ, воспроизведения аудиоданных. Точная настройка возможна благодаря пошаговому управлению при колесной системе. Положительным является и то, что пользователь может подключить наушники к устройству. Достоинство, качество и длительность звучания, размер, долговечность. Недостатки не везде есть сигнал. Технические характеристики. Тип портативный, тип тюнира аналоговый. Выходная мощность 100 МВТ. Диапазон частот FM 64-108 МГЦ. СВ 525-1610 КГЦ. ТВ 2-5 канал. Чувствительность FM1 МВМ. Тип питания. Элемент питания. 2 ШТ. ХТВА. Разъем для телескопической антенны. Входит в комплект поставки наушников. Цвет основной черный. Размеры. ШХВ ХГ-113 Х76 Х26ММ. Вес 115 Г. Сделано в Китае. О компании Титсун. Компания Титсун была основана в 1994 году. Название Титсун стало нарицательным для радиолюбителей. И является синонимом удобного и функционального радиоприемника за приемлемую цену. В Титсун работает более 1 тысяча сотрудников, среди которых опытные инженеры-разработчики и дизайнеры. Тесное сотрудничество отделов разработки и отдела контроля качества позволяет выпускать продукты, которыми по праву гордится компания Титсун. Титсун владеет тремя заводами в Китае. Лишь за год выпускает 5 000-00-00 радиоприемников. Компания Титсун известна как производитель исключительно качественных радиоприемников. Производит различные модели цифровых и аналоговых радиоприемников в разных ценовых категориях. Компания под силу производит разные радиоприемники, АМФМ, кратковолновые, цифровые, ПЛЛ и любые другие модели. Титсун проводит все необходимые тесты для своей продукции, такие как ФЦЦ, Ц, ФТЗ. Всегда идя навстречу пожеланиям потребителей из разных стран, бренд Титсун стал лидером среди всех производителей радиоприемников в Китае. Каждый год Титсун занимает первое место по дизайну и качеству продукции, а также качеству обслуживания клиентов. Компания производит множество моделей по ОИМ-контрактам для крупнейших брендов из Европы, Японии и США. Клиент Титсун должен получить не просто качественный радиоприемник, а продукт, которым приятно пользоваться. Следуя этому принципу, компания Титсун внимательно относится к пожеланиям клиентов и вносит различные усовершенствования в выпускаемые продукты. Титсун внимательно следит за всеми новшествами и тенденциями рынка. Уже скоро Титсун планирует производство и сервис профессиональных радиоприемников с привлечением всех своих знаний в электронике и разработках для аудиоиндустрии. Всем удачи!